Дерево как символ знания и школы. Именно его посадил Душон, первый учитель из одноименной повести Чемгазаит Матова. В новом прочтении театральной постановки режиссеры-постановщики обещают не только интересные декорации, но и современный язык, который поможет артистам быть ближе к зрителям. Новые декорации, новые лица и современное прочтение. Выделить главное и обратить внимание зрителя на отношения учеников с учителем – такова цель спектакля «Первый учитель». В постановке задействован самый молодой состав актеров театра юного зрителя. Артисты подбирались тем, чтобы максимально соответствовать характерам героев и чтобы их образы помогли зрителям запомнить персонажей знаменитой повести. Мы просто подумали о том, что если на сцене будут ходить дети, примерно похожие на тех детей, которые сидят у нас в зале, их язык будет более доступен и более интересен. Когда мы взяли произведение Айтматова, мы подумали о том, что, наверное, главной темой в постановке должна быть тема учителя. Насколько это важно для молодого поколения, тот человек, который приведет его за руку в мир знаний, который будет в данном случае и на нравственный, и на умственный потенциал воздействовать. Не теряющие свою актуальность произведения великого классика на этих театральных подмостках зрители увидят впервые. Оттого, каждая репетиция для артистов имеет особенную важность. Для того, чтобы каждый присутствующий в зале смог окунуться в атмосферу времен, описанных Чингизом Айтматовым, и понять посыл гениального автора, важен каждый взгляд актера, каждое слово и даже молчание. Справиться с задачей режиссера Айм, к слову, выступил деятель культуры из Казахстана, но наш соотечественник Камат Касенов артистам театра юного зрителя оказалось не так просто. Но это лишь потому, что в современных реалиях сложно представить человека, у которого за спиной не было бы школы и того самого, первого учителя. Мне было сложно передать ту атмосферу, когда не учились, когда первый раз видели учителя. Вот этот момент очень был сложный, когда они прощаются с учителем. Вот этот момент, когда ощущаешь прощание с таким человеком, что тебя как-то в этой жизни оценил. Помимо начинающих, но очень талантливых артистов, участие в спектакле принимают уже известные мастера сцены. Профессионалы репетируют наряду с молодыми коллегами по цеху и признаются, что перед премьерой волнуются не меньше. До этого в другом спектакле, тоже по произведению Айтматова, я играл Данияра. А теперь так сложилось, что я иду и шон. Чтобы перестроиться, времени было немного, и мне немного сложно. Я так же, как и все, волнуюсь, потому что первого учителя впервые ставят на театральной сцене. Даже фильм, и то один только по этой повести. Но знаете, в наше время тоже есть свои дуишеные. Например, помните, тот учитель в Иссыкульской области, который на своей лошади, преодолевая большое расстояние, каждый день едет в школу, чтобы дать детям знания. Вот их нужно оценить. Насладиться игрой актеров воочию можно будет уже с 21 сентября в Театре юного зрителя имени Бакенко Дыкеевой. Символично, что премьера театрального действа приурочена к 90-летию автора повести Чингиза Итматова. Сибина Дамаскина Алтын Бекканы Бекулу, НТС.